Дорогие друзья, я временно поменял вид нашего вебинара, надеюсь, потом Юрий Николаевич поменяет назад. Так мне удобнее с вами на начальном этапе разговаривать. Я рад вас приветствовать на нашем последнем вебинаре нашей вебинарной недели. Сегодня у нас спикером Юрий Николаевич Белоножкин и его вебинар, посвященный обучению рабочих профессий в онлайне. Но прежде чем передать слово ему, я хотел бы, как всегда, сделать несколько объявлений о той информации, которую я разместил в начале нашего чата. Там размещены 4 полезные ссылки для вас. Первый из них ведет на наш сайт, сайт Директ Академии, на котором можно записаться на все онлайн мероприятия, которые будут проходить до конца нашего учебного года, до конца июня месяца. Вторая ссылка ведет... да, и там же можно будет посмотреть и записи прямо в том же интерактивном расписании. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютьюбе, и именно на нем как раз хранятся наши записи. Уже более 400 записей на нашем видеоканале. Подписывайтесь на наш видеоканал, чтобы быть в курсе того, что происходит в Директ Академии. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта онлайн-курсы. Для тех, кто хочет учиться дистанционно, у нас есть предложение по 9 пока онлайн-курсам. В ближайшее время будет их 10. Ну и последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, на которой можно будет сразу после окончания мероприятия приобрести сертификат об участии в данном мероприятии. Я также хотел бы дать вам информацию о предстоящих мероприятиях, онлайн-мероприятиях будущей недели. О, прошу прощения. Так, я забыл взять ссылки. Сейчас я это быстро сделаю. Так. Ну, заодно тогда уж дал информацию об еще одном вебинаре. Итак, 4 числа в понедельник мой вебинар, который называется «Мастер учебного контента. Инструменты и приемы». Как всегда, мои вебинары посвящены электронному учебному контенту. И это последний мой вебинар зимний. После этого в качестве спикера я вас с вами встречусь только в конце марта, потому что будет идти мой курс большой. 5 числа будет вебинар Музуновой, Лидии Музуновой, профессора Башкевского университета, который называется «Каждый генерал». Этот вебинар, кроме того, что интересен сам по себе, будет представлять курс Лидии Музуновой, который должен пройти в марте в Директ Академии, онлайн-курс. Дальше вы видите 13 число написано. Мы сначала хотели 6 февраля провести вебинар «Орешка», «Марина Орешка», но она просила перенести этот вебинар на неделю, так что он состоится. 6 числа у нас вебинара не будет, зато 13 числа у нас будет два вебинара. Один в 12 часов, а второй в 15 часов вебинар «Марина Орешка», который называется «Убрать нельзя использовать мобильные устройства в библиотеке». И, наконец, в четверг, 7 числа, руководитель компании «Гиперметод» проведет вебинар, который входит в наш трек вебинаров о вебинарах. Называется он «Е-класс вебинары не как у всех на платформе «Гиперметод». Должен быть очень интересный вебинар, я знаком с этой системой «Е-класс». Замечательная система. У нас замечательная система, так что приходите на этот вебинар тоже. Ну, а теперь я передаю слово нашему сегодняшнему спикеру Юрию Николаевичу Белоножкину и прошу начать вебинар. Юрий, прошу. Спасибо, Павел. Здравствуйте, дорогие коллеги. Скажите, пожалуйста, как видится мое изображение вот сейчас? Насколько оно соответствует вашим ожиданиям? Не трясется ли? Хорошо ли видно? Отлично. Мы тут решили поэкспериментировать. И сегодня я бы хотел провести с вами вебинар без слайдов. И для начала прошу сообщить, кто связан с СПО. Напишите СПО. Кто связан с подготовкой рабочих, профессий, неважно в онлайн или в оффлайн, напишите R. Нет изображения. Ирина Евгеньевна, какое изображение вы ожидаете? Вы смотрите на мобильном устройстве? А, нет изображения. Так, я включил свою камеру в режиме вещания. Без слайдов. Ноутбук. Павел Юрьевич, помогите. Меня... Да, презентации не будет. Будет только живое общение. Как будто мы сидим с вами рядом за одним столом. Не в ресторане, но как будто бы на совещании, на обсуждении. Меня не видно. Ирина Евгеньевна, а на чем вы... А, вы говорите, ноутбук. Странно. Я ожидал, что Мирополис будет показывать нормально. Так, меняю. Вот такой формат. Вот такой формат. Видно ли сейчас меня? Я... Видно. Видно. Так. А если я... Сейчас видно. Ну, хорошо. Тогда, наверное, оставляем этот формат. Вот, чтобы было лучше видно. А теперь, дорогие коллеги, давайте поговорим о нашем предмете. Каждый, пожалуйста, сообщите. Если, конечно, это не секрет, напишите. Имеете ли вы отношение к подготовке рабочих профессий в среднем профессиональном образовании? СПО. Если это у вас просто подготовка. Вот, например, сейчас я занимаюсь курсом, где готовят руководителей салонов, маникюрных салонов. С помощью онлайн тоже какая-то рабочая профессия. Там происходит обучение маникюру, пусть там не по федеральным гостандартам, но все равно это тоже профессия. Напишите букву «Р», если вы занимаетесь этим вопросом. Похоже, среди нас никто... Так, Елена Николаевна при нем имеет отношение к рабочим профессиям. И остальные пока стесняются. Так, Смирнова Ирина Евгеньевна. Спасибо. Не стесняйтесь, коллеги. Мне интересно, кто сегодня пришел целенаправленно на этот вебинар. А кто просто из любопытства. И выше тоже. Спасибо, Елена Владимировна. Ну, обычно рабочие профессии готовятся именно в колледжах, в лицеях, в ПТУ. И иногда еще отдельными организациями, которые могут иметь лицензию. А иногда и не имеют лицензию. И сейчас я хотел бы, здравствуйте, пойти по той структуре с вами без слайдов. Напоминаю, у нас такой эксперимент сегодня технологический без слайдов. В котором я не буду вообще использовать никаких слайдов. Давайте посмотрим, как это у нас получится. Но я бы хотел призвать вас к более свободному общению. Может быть, даже кто-то захочет взять слово в живом эфире. Вы можете это сделать, если у вас есть хотя бы микрофон. Если камера, то тогда еще и видно вас будет. Не бойтесь. Хотя я сомневаюсь, что кто-то наберется смелости и сделает такой выход в прямой эфир. Сейчас я бы хотел, те, кто были на моем прошлом вебинаре, я проводил занятия, посвященные обучению взрослых. Видите, прикликается взрослых. Это рабочая профессия, это взрослые. И там я использовал структуру занятий, 15 крючков, 15 секретов занятий со взрослыми. И вот по той технологии, по той методике начиналось с того, что каждый выступающий должен представиться. Вот меня зовут Юрий Николаевич, Павел Представил. Тему Павел Юрьевич уже объявил. Вы знаете. Обучение рабочих профессий и онлайн. Про и контр. За и против. Мы будем рассматривать два вопроса. За и против. И третий вопрос. Как сделать так, чтобы обучение рабочим профессиям могло стать эффективным в онлайн? Здравствуйте еще раз. Итак, начнем по этой методике из крючка. С боли. Какая есть боль в подготовке рабочих профессий вообще? И можно ли эту боль снизить с помощью онлайн технологий? В онлайн. Здравствуйте. Может быть, этой боли и нет. Вот меня до сегодняшнего занятия с вами до встречи спрашивали. Юрий Николаевич, а вы сами преподавали, занимались обучением по рабочим профессиям? Ну, я не стал ему отвечать, этому коллеге, это из Минска. Юкевич, Валерий. Говорю, приходите, поговорим. Дело в том, что, чтобы охватить весь мир, нам жизни не хватит заниматься обучением всех. Но я имел отношение к подготовке рабочих профессий в моей практике. Я сейчас расскажу, в чем эта боль была мной выявлена. Это было лет 10 назад, когда, занимаясь онлайн обучением в высшем образовании, применением онлайн технологий в ВУЗе, вдруг стал вопрос, а почему бы нам не взяться за применение онлайн технологий в СПО, в колледже. В одном из государственных ВУЗов, я сразу скажу, я не буду сегодня никого конкретно упоминать специально. Вы поймете дальше, почему. И вот я говорю традиционно, что нужно готовить видео занятия, нужно готовить учебные задания, пособия электронные, тесты, встречи в онлайн. На что мне ответили, ну это же дорого, это же надо время, а у преподавателей на это время нет, времени нет, давайте мы просто соберем в интернете, пусть они соберут, в интернете есть все, пусть размещат, разместят, и это будет обучение в онлайн. Конечно, я пытался возразить, но это лицо было гораздо выше меня по должности, я не мог спорить, возражать, вот в таком диктаторском порядке было сказано, вот это так должно быть. Я говорю, ну неужели они будут это делать, а что там легкого, что там сложного, возьмите гугл, поисковик любой, найдите, наберите, все там есть. Естественно, никто этим занимается добровольно, да еще и бесплатно, вот этим складом добра по истории, по физике, по химии, в эспорте тоже есть в колледже, никто этим не стал заморачиваться. Почему? Конечно, вот уже тут много лежит на поверхности, я не открываю никаких Америк, профессии нужны умения и навыки. Но даже и если говорить то, что в колледжах изучают и физику, и химию, и так далее, общешкольные дисциплины, общее образование, то просто накидать туда этих ссылок, эту свалку текстов и роликов бесполезно. Это методически неправильно, это бессмысленная работа, дети там, школьники, студенты не будут там обучаться ничему, не говоря уже про знания, умения и навыки. Следующий мой опыт, это тоже боль, которая выявила проблему, это был еще один колледж, очень крупный, известный в России колледж, где в частности готовят токари фрезеровщиков, дефицитная профессия, скажу, связана с числовым программным управлением станков, с программированием, очень дорогостоящая профессия. Я посмотрел перед этим вебинаром еще раз в интернете ссылки, коллеги, зарплаты вот этих вот специалистов, некоторых рабочих профессий доходят до 100 тысяч рублей в месяц и даже больше, более. И в то же время я знаю точно, что есть дефицит на этих работников с такими знаниями, с такими умениями. Они нужны. То есть, казалось бы, раз их не хватает и выпускники 9 класса с удовольствием идут на эти профессии, обучаются и неплохо зарабатывают в итоге. Они востребованы, вот эти рабочие профессии, особенно такие интеллектуализированные. Хотя и сварщики нужны, и электрики и так далее. Так вот, вроде бы, можно подумать, взяться за онлайн технологии. Но, любой из вас, вот я недавно спрашивал, кто работает в СПО, не все осмелились признаться, а может быть и не все работают в СПО. Так вот, коллеги, у них тоже, как и в ВУЗах, есть такая повидность, такая обязанность, может быть, святая обязанность, может быть, вынужденная обязанность разрабатывать учебные планы, рабочие программы, методические материалы и так далее, примерно как в ВУЗах. Вы думаете, они все это успевают делать качественно? Вопрос, наверное, риторический. Потому что, кто работал в ВУЗах, это проблема и в ВУЗах, и в колледжах, и в лицеях. Разработка качественных методических материалов для офлайн занятий. Если же мы пытаемся говорить с ними об онлайн технологиях, ну, например, возьмем только рефрезеровщиком, выяснилось, что там можно обучить, есть обучающие прекрасные ролики и материалы, в том числе и редкие материалы от этих фирм-поставщиков дорогостоящего оборудования, где дается основы управления этими пультами, как туда вводить программу, рассказывается про инструментарий и так далее. Есть хороший учебный материал, но он не готов, вот так вот, как говорят в ВАЗБИ, и отдай, и все будут обучаться. Например, некоторые из этих видеоматериалов идут с музыкой. Но, понимаете, автор сделал прекрасный учебный материал, хорошо говорит по-русски, хорошо структурировано, хорошее качество съемки, но идет фоновая музыка, которая почти заглушает говорящего. То есть, это надо переделывать, однозначно. Или что-то пропускается в этих роликах, смотрят мастера и говорят, о, вот там вот этот элемент пропущен, без него дальше все не имеет смысла, будет брак. То есть, стоит как бы очевидный вопрос, давайте сделаем свой контент в колледже, по каким-то вопросам. Тем более, еще и многие колледжи имеют право вести, как и любое образовательное учреждение, организация, имеющая лицензию, имеет право вести обучение в рамках дополнительного профессионального образования. И есть потребность на эти рабочие проценты. Я знаю, что процентов. И вот, когда начинают пытаться создавать программы таких онлайн-курсов, выясняется неготовность наших преподавателей работать именно так. Причем неготовность, связанная не столько с онлайн-технологиями, а вообще неготовность, слабая методическая, они даже в оффлайн оказываются не очень хорошо подготовлены. Я еще раз говорю, не называют специально образовательные организации, о которых я говорю. Это мое видение. Вы можете с ним не согласиться. Ну, я не говорю, что я много там увидел, как это все происходит, не видел, как преподают историю, русский язык, литературу. Но вот именно где надо работать руками, появились у меня наблюдения собственные, что люди слабо знают свой предмет. И не хватает преподавателей методически хорошо подготовленных для оффлайн в этих колледжах, в этих лицах. Какой там онлайн. И начинаешь с этим сталкиваться и чувствуешь, что они боятся тебя, когда ты им предлагаешь, давайте выстроим структуру занятий, цель, задачи, что освоить, в течение какого времени, как это все подкрепить. Начинаешь с ними так говорить, большинство уходят в сторону, уходят, прикрываются занятостью, им некогда и так далее. То есть, я вижу, что эта проблема связана не с онлайн, а с готовностью вообще преподавать. С отсутствием хороших, мотивированных кадров в наших образовательных организациях в сфере СПО. В чем еще боль? Я все говорю о той боли, которую я увидел именно по этому вопросу, подготовка рабочих профессий. Я увидел полнейшую профанацию онлайн технологий в рамках подготовки по рабочим профессиям. Я увидел, и вы можете это проверить, сейчас тоже специально не показываю, массу предложений. Вы можете получить у нас профессию онлайн, сварщика, электрика и так далее, технологические такие профессии. Спокойно, у нас есть лицензия, вы оплачиваете услугу, мы вам предоставляем вариант тестов, вы эти тесты заранее посмотрите, сдадите этот тест в онлайн. Естественно, никто его там не контролирует, как, кто выполняет этот тест, подглядывает ли он в эти шпаргалки, которые ему и так заранее дают, открытым текстом, вот мы тебе даем этот тест с ключами, можешь потренироваться, вот, то есть там гарантированная стопроцентная успеваемость. Только плати деньги, тебе выдают некий документ удостоверения о рабочей профессии. Это профанация. Я не знаю, насколько это востребовано на рынке, но вот хорошего такого предложения на рынке я не увидел. Были бы курсы совместимы с практикой. Наверное, особо, вот сейчас, вот сейчас, можно поговорить о том, что мы хотим, не то, что мы имеем, а то, что мы хотим. ДПО, неготовность, да, еще проблема, неготовность производств. У меня были попытки, не то, что у меня, а вот в тех коллективах, где мне приходилось работать, я тебя видел, как руководители образовательных организаций находили контакт с производственниками, допускали туда с камерами, давали возможность записывать и даже транслировать в режиме стриминга мероприятия именно с производства. Это было колоссально, то есть примеры есть, но их очень мало. Нет других возможностей, очень далеко. Вот здесь вот, Ирина Евгеньевна, я тоже с вами согласен, когда я говорил про спрос, поступают заявки с регионов, с каких-то там небольших городов на обучение именно рабочим профессиям, но им тяжело платить, откомандировать сотрудников туда, и они спрашивают, может ли это сделать в онлайн. То есть спрос действительно есть. Но есть проблемы, которых мы сейчас вот это про и контр обсуждаем, практическое. Да. Может быть и такая версия, когда он и так хорошо работает, ему нужно лишь бы закрыться, отчитаться. Кстати, я согласен, есть хороший такой сегмент, дум процент 30, когда человеку не нужно ничего объяснять, он уже прекрасно все знает и выполняет руками, ему нужна просто корочка. Это факт. Ну давайте вернемся к теме, вот которую тут Евгения Юрина болезненный вопрос поднимает, и вот об этом многие участники конференции будут докладывать, в частности, там правда вузовские будущие врачи пытаются готовить к применению онлайн технологий, и то уже поняли, что вот эта критика, что нельзя врача в онлайн подготовить, это все бессмысленная критика. Никто не предлагает исключительно онлайн готовить врача или сварщика. Речь идет о разумном сочетании. Иногда это сочетание доходит почти до 100% обучения чисто в онлайн, даже практике. Например, программирование, что там руками делать, там очень многое выполняется именно на компьютере. Да, коммуникации, компьютерщика тоже должны быть развиты. Но если говорить о практических заданиях, вот у нас будет тоже один докладчик из Москвы, Александр Купцов, который говорит по программированию, вот он питон осваивал на Курсере, прекрасно все дается, именно практика. И там столько практических заданий, а не просто говорения. Причем многие проверяют именно машина, без участия человека. Просто прекрасно, приглашаю вас, пользуясь случаем, на конференцию 6-7 числа. Александр Купцов будет рассказывать, делать доклад про свой опыт применения в онлайн. Там же будет и в Суральской государственной медакадемии докладчик Александр Чемизов. И он расскажет, как и врачей тоже во многом улучшают качество подготовки благодаря онлайн. Простейший пример, когда доцент или профессор кафедры 6 раз читает одну и ту же лекцию в аудитории. 6 раз. Вводные лекции, общие лекции, туда приходят по 300, по 500 студентов приходят, он тратит время на вот это вот, каждый год рассказывая почти одно и то же, когда можно это вывести в онлайн, записать качественно, а высвободившееся время отдать на практику. Вот этот прием, он будет рассказывать, это драматические истории. Так вот, в том же СПО, при подготовке рабочих профессий, и я это увидел 100% по станкам с ЧПУ, можно львиную, ну, по крайней мере, 50% всего времени подготовки именно по этой, где требуется практика, отдать в онлайн. В онлайн можно отточить действия, инструкции, где какая кнопка, где какая функция. Он будет знать наизусть, причем даже визуально он будет знать, где какой элемент находится, выбирать правильные инструменты, видеть ошибки в настройке программы. И я думаю, что это было бы прекрасное подспорье, гипотетически, потому что я пока примеров не вижу, гипотетически, вот это подспорье отдать студентам эту подготовку, грубо говоря, рутинную подготовку, одно и то же, обезьянью подготовку отдать машине. Но тут вопрос опять же встает с методикой, да, 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 с тестированием. Да, и смотрите, что происходит. Получается, у нас дорогостоящие те же мастера в колледжах, в лицах, они используются неэффективно. Не все приходят на занятия, пропустил что-то, вот он каждый раз начинает этих отстающих, кто-то болел, кто-то опоздал, кто-то не хотел пойти. И вот он тянется, чтобы эту серую массу вытянуть хоть чуть-чуть из двоек. Кроме того, повторяется, он устает, ему мало может быть платят. Но если бы записал я хорошо, качественно, видео по вот этим базовым вопросам, я думаю, ему было бы легче заниматься именно практикой, индивидуально причем. Вот так, вы уже готовы, давайте отработаем действия на этом станке. Станков тоже, кстати, мало. Чтобы поработать там руками, я имею в виду дорогостоящие, хорошие станки, там всех одновременно не поставишь. Их единицы. Они стоят миллионы. И поэтому непосредственно работа руками на станке занимает очень мало времени. Пока ты им расскажешь, у этого станка, где какая кнопка, как оттуда настроить, это все можно отточить именно в онлайн. Прошу прощения. Итак, вы действительно правильно отмечаете вот эти технологии. Прошу прощения. Вот эти технологии тестирования. Казалось бы, ну, тестирование и тестирование. Что там такого особенного можно, какая там проблема. Ну, проблема на самом деле была следующая. Очень много тестов. И в этих тестах нужны правильные разновидности. Когда мы говорим о тестах по варианту, выбери правильный вариант ответа, это примитивно. Это можно, допустим, по истории, по литературе, выбери там правильный вариант, где есть текст. Но когда нужно видеть объект, тот же сварочный аппарат, тот же станок с ЧПУ, пульт управления, какие-то механические, физические изделия, вот тут нужна работа с графикой. Причем не только в задании эта графика, а может быть даже и анимация в виде гиф, да, уже начинаем говорить техническими такими терминами. Где и варианты ответов тоже имеют графическое выражение или формульные зависимости, какие-то выражения. Тут резко начинает возрастать трудоемкость. И вот тут я хороший имел пример, когда вот этот шаблон в Верде готовится преподавателями, расставляются туда вот эти тексты и графика, этот шаблон из Верда загружается в систему дистанционного обучения. Это один из примеров квалифицированного использования. Вот таких примеров квалифицированного использования технологии. Даже в ВУЗах не вижу. А в СПО, в колледжах при подготовке рабочих профессий, я думаю, что этого вообще нет. Все у нас на примитивном, отсталом уровне. Поэтому и онлайн технологии трудно работают. Следующая проблема, пожалуй, такая психологическая. Дальше будет экономическая проблема. Психологическая в чем? Мастера, вот эти педагоги, работающие по подготовке рабочих профессий, они привыкли учить по старинке, на доске, там картинками. И они упираются, у них психологический барьер. Как это можно в онлайн обучать, показывать работу в материале? Если вдуматься, там еще легче, там можно детально показать. В задней парте не все видно, а тут можно детально каждому показать каждый элемент. Естественно, тут надо и речь правильно выстраивать, и монтаж делать, вырезать лишние какие-то моменты. Нужно выписывать сценарий. Это все работа, но они психологически к этому не готовы. Вот, спасибо Ирине Евгеньевне, что делится с нами такой информацией. Набор тестов, соответствующих требуемым компетенциям. Мы как раз работаем. Вот, очень хороший пример. То есть, наши гипотезы, они на самом деле не пустые. Есть примеры, естественно, есть. Но они, по моим оценкам, моим наблюдениям, очень редкие. Ну, то, что симулятор кабины, это не онлайн, по-моему. Это уже другое. И, в принципе, это давно есть. iSpring, Moodle. Спасибо, дорогая Ирина Евгеньевна. Вот вы сегодня показываете чудесные моменты. Но мы сейчас говорим не только о достижениях, но и о болях. О проблемах. Почему мешает внедрению онлайн-технологий? Разумному внедрению, не тотальному. Следующий момент экономический. Не знаю, как у вас, я вижу, что стараются экономить на всем. Особенно на преподавателях. И если преподаватель за этот дополнительный труд не платит, причем труд рискованный. Он же рискует своей репутацией. Он боится, что над ним будут смеяться. Что скажут, что что-то он не знает. Это же могут увидеть другие. Ведь эти же ролики могут перекочевать, пойти по социальным сетям. И надо этим много думать. Что делать? Боль хорошо, но как решать эти боли? У меня была такая практика. Я сказал, когда мне предложили поработать в этом направлении, я сказал, я не собираюсь никого убеждать. Но я готов индивидуально заниматься с тем, кто хочет. Потому что заниматься подготовкой массовой, где есть разные мнения, разные позиции, есть обиженные, есть восторженные. Начинается вот эта борьба, эта психология сказала. Я не хочу никого убеждать и тотально заниматься. Вот индивидуально подготовить по одному предмету, потому что у каждого есть своя история, свои какие-то специфические особенности. Некоторые стесняются показать какие-то свои дефекты, заикания в речи, еще что-то. Вот я пошел по этому пути и я не ошибся. Как это происходило? Мы по скайпу встречаемся. Я записываю его выступления. Я заранее смотрю его слайды. Я их записываю. То есть не сам он творит, как мы сейчас пытаемся обучить. Человек-оркестр, ты должен сделать все. Нет, все он делать не будет. Мы не видим результатов, когда вот этих самоучек научили, они прошли курсы, потом они могут что-то показать. Мы не видим. Надо заниматься, надо вкладывать в него время. Тогда что-то получится. Я вижу, что после редактирования, когда я вырезал в его речи, закадровой, заслайдовой речи, все вот эти паузы, заикания, ошибки. Причем я вам говорю, повторите последнюю фразу с таким-то правильным ударением. Некоторые еще говорят, литературно неправильно. И когда получается результат, тот же преподаватель говорит слаженно, хорошо. Не подбирает, не мучается эти слова, как это бывает у него в жизни. Не волнуется. Четкая структурированная подача. Прекрасное видео. Да, без музыки, музыка на занятии не нужна. Но вступление в конце, там, забивки, заставки, это может быть. И еще туда, если добавляю аватарчик, как говорящий, так вообще восторг и у студентов, и у преподавателя. То есть, аватарщик, если кто-то видел, говорит голосом этого преподавателя, жестикулирует, смотрит глазами, хорошо выговаривает каждую букву, каждое слово. Это завораживает. И говорит, допустим, про метрологию, про стандартизацию, про настройку ЧПУ. Просто замечательно. Это получается красиво. Не нужно дорогих студий. И это примеры. Я знаю, что вы можете эти примеры продолжить. Вот про боли. Недоверие потребителей к качеству. Хороший вопрос. Потребителям качества. Когда тоже мы этим занимались, нужно создать предложение. Вот я как говорил в прошлый раз. Мало рассказать основную часть. Надо сделать показ. Показали где-то. Закрыли. Сделать основное предложение. Описать риски. Если вы будете говорить своим потенциальным потребителям, что все у вас хорошо, приходите во всем, вам не поверят. Но если вы скажете, эта работа не для всех. Честно. Она требует внимательности и собранности, и дисциплинированности при выполнении. Она требует наличия каких-то условий. Стендов, материальных каких-то условий. Она потребует дефицит чего-то. Например, это стоит денег. Это не бесплатно. Она требует времени. Потом вы скажете про бонусы. Но зато вы сэкономите. Вы получите техподдержку и консультирование даже после занятий. Это бонусы. То вам поверят. То есть нужно еще уметь преподносить. Это не просто там вот маркетинг агрессивный. Это честное раскрытие информации. Показ то, что есть. И когда мы стали показывать нашим заказчикам описание. Вот мы учим так. Вот здесь оценка. Вот здесь задание. Вот так проходит освоение теории. Вот тут проходит обратная связь. Такой длинный лыдник, где фотографии и ролики представлены в определенной последовательности. Это снимает боль. Он начинает верить. Не просто вот отзывы там каких-то анонимных потребителей. Вот спасибо. Вот хорошо. А вы показываете содержание. Он может получить ссылку и посмотреть, как идет учебный процесс. Канадский опыт. Вот здесь это дорого. Вот Ирина Евгеньевна говорит, это дорого. Насчет экономики. Вы знаете, да, это дорого. Но я верю в то, что для каждой постановки задачи, для сочетания интеллектуальных и материальных и управленческих и правовых условий, вот этот сложный клубок, вот он у нас есть как заданная величина, которую мы не можем изменить. Это выше наших сил. Мы можем только наше время тратить бесконечно за счет наших семей, за счет отдыха и туда вкладываться. Но это тупиковый путь. Так вот, если есть некая константа наших возможностей, для каждой этой постановки задачи есть своя целевая функция и свой механизм. Когда, например, мы говорим, не надо снимать учебное видео в ходе обычных занятий в аудитории, где хлопают, где шумят, где отвлекаются, где длинные. Отличается механика и психология онлайн и оффлайн занятия у одного и того же человека. Вы можете сжать, если запишите этого преподавателя перед камерой, но тоже правильно, можно покупать студию за полмиллиона рублей туда и камеры, и шуфлеры и так далее, и так далее. А можете сделать и облегченную версию, вот как, допустим, сейчас я сижу, я сижу на самом деле в комнате, дома и могу творить любые вещи. Эта студия стоит около 30 тысяч рублей, а не полмиллиона. Если вы находите для своей задачи оптимальное решение, а не идете абы куда, тогда шансы резко возрастают. Когда вы разделяете, вот эта массовая агитация всех, вот давайте заниматься, это тупик, а индивидуальная работа опытного тренера с каждым педагогом, который знает методику, который знает технологию, может быть, даже и предмет этот знает, вот это может дать результат. Меня зовут Юрий Николаевич, кто там, кто такой Игорь Алексеевич, а, Игорь Алексеевич, тренажеров. Так, вот это я пропустил. Отлично. Игорь Алексеевич, у нас еще есть время, и вы можете прямо сейчас включить микрофон. Если есть камера, то тоже. И мы обсудим вот это в прямом эфире. У нас нету проблем технологических. Наша технология позволяет вот сесть в рядышком вдвоем, и вы можете спокойно поведать, поделиться вашим опытом или без микрофона. Микрофон, тогда, тогда я попробую это сейчас сделать, дать вам роль спикера. У вас должно сейчас появиться сообщение, и вы можете попробовать выйти. Так, похоже, я вам право такое дал. Так. Неужели у нас получится прямой эфир в ходе вебинара? Нажмите на кнопочку с микрофончиком с левой стороны включить. И в моих настройках, может быть, посмотрите выбор микрофона. Ну, поскольку вы инженерный товарищ, у вас, скорее всего, у вас должно получиться. Игорь Евгеньевич, мы ждем вашего подключения, а пока, может, кто-то еще хочет, у нас не ограничено. Мы можем здесь добавлять живое общение сколько угодно. Итак, мы будем продолжать. И вот еще раз, не только, видите, уже мы от боли пытаемся отойти к позитиву, к решению. Вот мы увидели боли, нет средств, нет педагогов. На самом деле есть примеры, и наша задача эти примеры рассматривать. Вот появился уже и канадский опыт. Так, если хотите подключиться, там тоже роль спектра. Камеру можно не включать, если стесняетесь. Тем более, может быть, дома не очень хотите показывать. А теперь, что делать? Вот я уже начал говорить про... Хорошо. Я уже начал говорить про выходы. И вы знаете, сейчас скажу парадоксальный, наверное, выход. Вот все думают, надо идти за финансами, надо доказывать, что это надо, что это полезно и так далее. Ну, традиционный путь. Или просто вот брать и делать. Идти учиться, в свободное время заниматься, забыть там про семью, про детей. И заниматься вот увлеченным на уровне энтузиазма, да. Такие две крайности. Или дайте нам денег, и мы ничего делать не будем. А денег нет, мы будем делать сами без вас. Но есть и другое решение, о котором я пока безуспешно пытаюсь намекнуть и говорить. Вот не стоит делать все в одиночку. Ведь одну и ту же рабочую профессию, в данном случае по теме, могут готовить множество разных людей. Почему бы им, не используя коммуникации в интернете, не пытаться объединяться и строить свои задачи совместно. И сказать, вот я хорошо работаю с текстом. Я умею хорошо говорить. Я умею хорошо делать монтаж. Я буду записывать. Давайте и так далее. Я могу хорошо делать тесты. Или взяли, распределили. Трудоемкость в этом случае могла бы сократиться теоретически. Теоретически. Я не говорю, что это факт. Может быть, наоборот, она возрастет. Там будут каждый тянуть отделы на себя. Но если представить вот эту вот, эту утопическую идею, то гипотетически она может дать колоссальную экономию и колоссальный эффект. Когда не в складчину, а именно совместно, как артель, строят вот этот курс. Совместно договариваются. Да, это, наверное, длительно. Да, это никто еще не делал. Но мне кажется, за этим будущее. Adobe Connect. Хорошо. Ну, я... Так. Adobe Connect. Вот хороший пример. Есть инструмент. Но вы знаете, сколько он стоит? Adobe Connect. Игорь Алексеевич. По-моему, он стоит там несколько сотен тысяч рублей. И давайте спросим, какого-нибудь сотрудника в колледже, директора колледжа, согласится ли он купить Adobe Connect. То есть, вот эти все вещи, они имеют, куда ни коснись, имеют трудности. Имеют ограничения. В данном случае по цене. Так, ну, что-то пока с микрофоном. А, это Ирина Евгеньевна. Посмотрите кнопочку микрофон. Включить, выключить. Или мои настройки микрофон и звук. Там выбрать микрофон, который у вас есть. И давайте, рискуйте. Тут ничего страшного не будет. Попробуйте выйти в эфир. Надо, он есть, он есть. Он, может быть, знаете, Мирополис в меню, мои настройки, микрофон. Нажимаешь на список микрофонов, а там пустые строчки. Нажимать, он их не показывает. Возможно, вы и... Нет, он у меня, видно, что он включен. Вот теперь мы вас слышим. Так, да, вижу, что микрофон включен. Пару слов. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз представлюсь. Я, Ирина Смирнова, занимаюсь разработкой и созданием дистанционных курсов для рабочих профессий. В качестве ДПО эти курсы у меня выступают. То есть я занимаюсь не подготовкой студентов, а работаю именно с промышленными предприятиями. На мой взгляд, это должно быть более перспективным направлением, потому что в традиционном СПО придется долго доказывать необходимость дистанционного обучения. По факту студенты и так присутствуют в учебном классе. Зачем еще какие-то дополнительные формы обучения. То есть объяснить это администрации, ну, задача очень сложная, на мой взгляд. Промышленные предприятия расположены территориально зачастую в таких уголках, где никаких СПО и близко нету, там, сотнях километров. Поэтому других путей обучения я не вижу. И вы все правильно сказали, что должны такие курсы создаваться коллегиально. Вот как, например, РЖД создает свои курсы, но они используют внутри своей структуры, наружу они не выходят. А существует огромное количество производств, у которых нет в своих корпоративных университетах. Вот с этим сектором я пытаюсь работать, пока сложностей очень и очень много, начиная от базового отсутствия компьютерных классов с хорошим интернетом. Ну и самое главное, это, конечно, отсутствие доверия к дистанционным курсам. Именно по рабочим профессиям. Вот я не зря привела этот канадский пример. Если потом будет время, загляните. Он потрясающе сделан. Все построено на 3D-анимации, мультипликации, схемы, правила безопасности. То есть это высший класс. То есть это бюджет, конечно, немаленьких ООО, которые сейчас у нас в основном несут на себе нагрузку по созданию таких курсов. Тем не менее, мы не останавливаемся в своих попытках и продолжаем это направление развивать. Скажите, пожалуйста, Ирина Евгеньевна, вы слышите меня? Да, да, я слышу. Вот назовите одну профессию, которую вы пытаетесь или могли бы подготовить в онлайн, где есть проблемы. Основная профессия, с которыми мы работаем, это слесарь-ремонтник промышленного оборудования. Скажите, пожалуйста, я понял. Вот следующий вопрос. Если он хотя бы часть задания, пусть не 100%, будет выполнять следующим образом. Он уже прошел какую-то там квалификационную предварительную часть, ему говорят, а вот теперь пусть кто-то или вы сами запишите вашу работу, ваш процесс трудовой, работу руками с материалом на мобильный телефон, на смартфон. Он есть у каждого. Если есть возможность, запишите, где вы выполняете это, это и это. И вам необходимо этот файл присылать на оценку в тот же муду или гиперметод. Скажите, пожалуйста, можно ли таким образом часть вот этой вот проблемы снять? Таким образом, возможно, можно это сделать. Тут сложность в том, что придется проходить практическую работу ему на своем рабочем месте, непосредственно на работающем оборудовании. И, конечно, есть огромный шанс, что в процессе фичи не испортят. То есть производство на это может не пойти. То есть все равно нужно выделять некое учебное оборудование. Тоже предприятие может отвести его для выполнения практических работ. Но, тем не менее, конечно, это возможно. Спасибо. Тогда скажите следующий вопрос. Вы очень хорошо говорите. Его допускать, может быть, еще рано. Если с предприятием заранее прописывается этот правовой момент, что часть занятий будет проходить на материальной базе предприятия при участии одного из подготовленных сотрудников, который следит за мерами безопасности хотя бы, чтобы он станок не испортил. Как Вы считаете, если этот пункт будет прописан, и он на самом деле несложный, пойдут ли на это заказчики на какой-то период выделять мастера-наблюдателя? Мы пока не пробовали работать в таком формате. Я надеюсь, что то, что Вы сказали, это возможно. Мы примерно сейчас в этом направлении двигаемся. Хотим создать систему виртуального наставника. То есть, как Вы правильно сказали, фиксировать на видео основные трудовые операции, которые выполняют лучшие рабочие специалисты. И дальше на базе вот этих операций проводить обучение. То есть, как бы документировать опыт и таким образом его транслировать другим рабочим. Уважаемые коллеги, Вы видите, как мы строим диалог. Мы поднимаем боль, проблемку и начинаем постепенно ее снимать. И у меня тогда еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, Ирина Евгеньевна, а какую такую трудовую функцию, вот по указанной Вами профессии, нужно обязательно фиксировать на квалификационном экзамене именно в офлайн? Вот есть и такая необходимость, обязательно присутствовать физически рядом. Может быть, так и идти дальше, что присутствует от предприятия. Он же заказчик, представитель заказчика смотрит. Это записывается, например, в режиме стриминга, где председатель комиссии по выпуску, он участвует в этой госкомиссии, можно сказать. Он проводит у него аттестацию по депо, и он говорит в режиме стриминга. А будьте любезны, я вот сомневаюсь, что Вы знаете, как настраивается вот эта часть, где этот инструмент лежит, и покажите, как Вы его настраиваете. И вот этот помощник или представитель эту обычную камеру, смартфон точнее, наводит туда, где находятся руки этого. Вот как Вы думаете, есть такие закрытые зоны, где ничего нельзя представить только офлайн? Ну, если не брать во внимание какие-то особо критические зоны производства, куда действительно затруднен доступ, то, конечно, на основном общепромышленном оборудовании это возможно сделать. Здесь другой вопрос. Мы, может быть, готовы к этому, но к этому, может быть, не готова опять-таки та сторона производства, потому что должен быть человек, который является координатором между дистанционным обучением и непосредственно рабочими профессиями. Это уже административный ресурс, то есть начинать надо подготовку, не создание дистанционных курсов, но и с подготовку административного персонала к работе в таких условиях. А с этим у нас пока большие сложности. Прекрасно. Я думаю, вот мы уже почти решили в головах, конечно, в виде обсуждения с реальным представителем реального процесса работающих кадров. Но, чтобы окончательно убедить нашего потенциального заказчика, мы ему скажем, пожалуйста, вот две сметы. Обучить этой профессии, к примеру, в Москве, у того же оператора с ЧПУ, токаря-фрезеровщика, станка с ЧПУ, стоит 200 тысяч. У нас наш вариант обойдется вам, ну, к примеру, ну, в 100 тысяч, в два раза дешевле. Выбирайте, выбирайте. Вы выделяете на 6 часов, то есть на дозированное время, в сумме, или, к примеру, на 6 часов, который будет присутствовать. Вы, да, оплачиваете ему его время, но вы экономите 100 тысяч рублей. Пожалуйста. Мы вам покажем, как это все... Конечно, надо представить образцы. Как вот обучаемый выполняет домашние задания. Как преподаватель его оценивает. В той же Муду или Гиперметод, или еще где-то. Вот даже в Фейсбуке, если так уж нужно, и там тоже можно оценивать. Вот, коллеги, мы сейчас промоделировали снятие боли именно при подготовке рабочих. Мы не сказали, что мы вдвоем здесь договорились, мы о ничем не договаривались, но мы при вас как бы нашли общий язык с Ириной Евгеньевной. Как бы. И так, к нам пытается Игорь Алексеевич. А, Игорь Алексеевич периодически появляется, даже с камерой. Жалко, что его здесь нет. Я сейчас, пожалуйста, не уходите, Ирина Евгеньевна, если вам не трудно. Если у вас есть еще какая-то история, может быть, провала, может быть, успеха, вы можете рассказать, было бы колоссально интересно. А я попытаюсь понять. Многолетняя практика разработки компьютерных тренажеров силами работников предприятий для обучения рабочих. Например, зоны осветленного раствора на сгустителе. Мне кажется, Игорь Алексеевич работает на крупном заводе, где есть ресурсы, есть возможности. И он готовит тренажеры. Но я хочу уточнить, тренажеры – это еще не обучение, это часть обучения. Поэтому мы не знаем, насколько покрывает полностью. Ирина Евгеньевна, вы хотите что-то добавить? Да, я хотела, может быть, поделиться, не поделиться, да, сказать, что опыт Игоря Алексеевича существует и на других промышленных предприятиях. Я знаю, что вот, например, на Сухонском картонно-бумажном комбинате есть свой корпоративный университет, и они там пытаются своими силами создавать дистанционные курсы. Именно на бате своего оборудования привлекают своих мастеров. Другой вопрос, что для них это очень сложно. Они начинают создавать, как вы правильно сказали, сначала тексты в ВОРДе, потом пытаться переносить их в собственную систему дистанционного обучения. Делает это все девушка, которая отвечает за обучение на производстве. Но идея-то в том, что никто со стороны, никто не научит лучше работать рабочих, чем специалисты самого производства, потому что со стороны вникнуть все нюансы предприятия практически невозможно. Это касается не только промышленных предприятий, но, в общем-то, любых производств, где есть рабочие профессии. Поэтому, конечно, самый правильный путь – выращивать преподавателей из своей среды и обучать их создавать учебный контент. Сложно, но, наверное, это не будет так красиво, как в канадском сайте, который я привела пример, но зато это будет самое актуальнейшее обучение для производства. Вот вопрос в том, как его организовать. Замечательно. И Игорь Алексеевич проинформировал, что это речь идет о Русале. Я немножко знаком с Русалом. Когда мы предлагали Русалу от американской компании, я одно время сотрудничал с системой имитационного моделирования, то есть визуального двух- и трехмерного моделирования бизнес-процессов и рабочих процессов, чтобы обучать. И я даже вел переписку, это было очень давно, где-то 2005 год, по-моему, а может и раньше. И они нашли еще более дорогостоящую. Мы предлагали им инструмент за 20 тысяч долларов, а Русал нашел еще более дорогую. Это пример того, что Русал и рабочие профессии, это две разных инстанции. Нет, реклама здесь уместна. Вы не бойтесь рекламировать. Нам здесь не реклама, здесь информация. Это самое дорогое сегодня. Вот, прошу прощения. Вот, у меня все-таки сомнения в отношении этой утопической идеи. Как вы думаете, Ирина Евгеньевна, если действительно представить, когда один и тот же курс готовят люди, которые знают этот предмет, но они распределяют работу между собой. Пусть, может быть, даже это не будет именно специалист в этой профессии, он может являться методистом, составителем тестов. Создание команд как альтернатива одиноким вот этим создателям курсов, где он человек-оркестр, он и видео пишет, и тесты, и администраторы, и дизайнеры, и так далее. Реально ли это представить, когда создают команды эти курсы из разных организаций, из разных структур? Или это утопия? Как вы думаете? Ну, на самом деле, я вот и планирую развивать свой стартап именно в этом направлении. В качестве эксперта обязательно должен выступать именно представитель предприятия. То есть ни один из моих преподавателей никогда не сможет настолько хорошо рассказать о действующем производстве, как специалист самого производства. И, конечно, от этого эксперта требовать методически грамотного изложения материала тоже невозможно. Поэтому команда должна быть следующая. Это обязательный эксперт от производства, причем именно эксперт, не администратор, который говорит, что сделать и платит деньги, а тот человек, который знает свое производство, свои рабочие процессы от и до. Обязательно методист, эксперт со стороны, который сможет, так скажем, холодным взглядом взглянуть на ситуацию и как-то систематизировать все эти процессы и изложить, как это сейчас можно говорить, с точки зрения педагогического дизайна. Ну, а дальше уже команда в плане IT, это дизайнеры, видеомонтажеры, художники, которые будут рисовать что-то. Это уже дело вкуса, вопрос, какой курс, собственно говоря, создается. Тут могут быть и программисты и прочее, прочее, прочее. Но вот союз эксперта и методиста, он обязательный. Причем желательно, чтобы они были из разных организаций. Спасибо большое. Кстати, у нас тоже будет докладчик, он из зарубежья, из Киева. Михаил Притулов. Я не хочу рекламировать, а хочу вас предвосхитить. Может, вы видели в группе Профидок, как он выступает. Молодой человек, на самом деле, ему где-то лет 30. У него тысячи, десятки тысяч студентов, он один курс уже повторяет. И это не рабочая профессия, но это именно то, о чем говорила сейчас Рина Евгеньевна. Есть эксперты, которые находятся в тени, и они не могут себя реализовать в онлайн. Не могут. С другой стороны, есть всякие акселераторы, вот эта бизнес-молодость, которые говорят, идите к нам. Вы все эксперты. Вы все эксперты, у вас все получится. Только платите деньги, и там стоимость сотнями тысяч рублей за обучение. И люди доверяют, платят, но они не эксперты. Они пытаются что-то из себя выжать, но они просто теряют время и деньги. И вот этот Михаил, он говорит, я в своих занятиях и вебинарах помогаю вам понять, если вы эксперт действительно, то я вам советую сделать вот это, чтобы себя реализовать. Вы должны сделать свой онлайн-курс. Но как вы это должны, как вы это можете, я вас буду учить. И вот это его история. Я хочу, чтобы вы послушали, как это ему удается. Ну да, конечно, не все в деньгах. Но и без них, конечно, если хорошая база, как у Русала, где и зарплаты хорошие, и мотивация интересная, да, то почему бы не поучаствовать и бесплатно при создании тренажеров. А вот что это за тренажеры, Игорь Алексеевич? Чему они учат? Как винты открывать, как гайки закручивать, или какие-то творческие задачи решать, или управлять процессом? Что это за тренажеры? Тренажеры можно создать и в виде тестов, да, Ирина Евгеньевна? Вы используете какие-то СДО? Я использую дистанционную систему Moodle. Которую делает компания открытой технологии. Ну, в общем-то, очень довольна. Там огромные возможности по тестированию. Там есть некие, правда, поругая немножко, есть сложности с отчетами. Мне не хватает возможности этих отчетов. Но это уже нюансы. Всегда можно доработать, благо открытый код. И любые отчеты можно дополнительно формировать. Интересно, что за отчеты вам нужны. Вот здесь затронул Ирина Евгеньевна вопрос отчетности. Какая связь с подготовкой рабочих профессий? Если говорить это про Moodle или гиперметод, или хорошую систему, аналитика выполнения заданий в этих тестах, а тесты это те же тренажеры. Там же можно тренироваться, посмотреть ответ, где ошибся, или наоборот, не показывать его, иди посмотри. Там масса возможностей методических. Это тоже тренажер. Так вот, в аналитике, в отчетности видна вовлеченность. Видны ошибки преподавателя. На какие вопросы хуже всего отвечают. Значит, эта тема у них будет слаба. То есть, там показывает и средний балл за каждое задание, и даже дисперсию за каждое задание, кто в лес, кто подрывает. Эта аналитика, она имеет колоссальное значение для управления качеством. Если, возвращаясь к началу, мы часть трудовых функций вынесем в онлайн, где нужно уметь программировать, настроить, настраивать, знать термины, знать последовательность выполнения, технологическую последовательность. Это можно отточить на зубок. И потом только допускать его к дорогому станку, уже зная, где у него слабые места, где уже все в порядке. И он будет работать гораздо эффективнее. А может быть, даже и сразу сядет, встанет у станка и будет работать. Итак, коллеги, мы очень хорошо сегодня поработали. Видите, я сегодня был без презентации, хотел вас как-то вовлечь. И мне частично это удалось. Ирина Евгеньевна осмелилась. Спасибо большое вам, дорогая Ирина Евгеньевна, выйти в прямой эфир. Не важно, что без камеры. Я очень благодарен Игорю Алексеевичу за его активную позицию. Мы подняли страшнейшую головную боль по подготовке рабочих профессий. Их не хватает. И мы нашли какие-то пути и даже практики для решения. Благодарю Евгению Юрьевну за активность. Это потрясающая женщина. Она ходит на наши вебинары, предлагает, участвует. Хотя она занимается совершенно другим важным процессом. Это обеспечение работы библиотек. В крупном ВУЗе работают библиотеки, насколько я знаю. Спасибо вам, коллеги. Я рад, что мы о чем-то договорились. Я сегодня ничего не продаю. Никуда вас не вовлекаю. Приходите на наши вебинары, на мои вебинары. И мы будем находить общее решение. Спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, хорошо. Ирина Евгеньевна, раз вы здесь, вы можете пожелать свои какие-то предложения нашим коллегам. И что-то добавить от себя в качестве спикера. Спасибо большое за приглашение. В качестве пожелания могу высказать следующее. Было бы очень интересно встречаться и дальше. И создавать некий такой корпоративный формат дискуссий. И, возможно, создание какого-то учебного продукта для рабочих профессий. Может быть, выработка общей концепции. Потому что мы все стучимся в закрытые двери, а идем-то, в общем-то, в одном направлении. Так что приглашайте. И будем рады снова к вам присоединиться, Юрий Николаевич. Спасибо большое за это пожелание. Надеюсь, все коллеги прочувствовали искренность и исключительную важность предложения Ирины Евгеньевны. Я в свою очередь хочу пригласить вас на открытые дискуссии в прямом эфире, которые будут проходить 7 февраля. По каждому спикеру мы приглашаем. Будем давать также возможность выйти в прямой эфир. Эти все доклады будут стремиться, транслироваться в открытый эфир. И вы, если опоздаете, посмотрите их записи. И еще, кроме того, мы будем поощрять призами, кубками профиду самых активных спикеров, по мнению зрителей. И самых активных участников дискуссий, тоже по мнению самих зрителей. Вот уже благодарят вас, Ирина Евгеньевна. Я очень рад, что мы такой социальный конструктивизм запустили здесь, на Мерополисе. Если больше нет пожеланий и вопросов, то я всех благодарю и буду прощаться. Всего доброго, всех благ, до свидания, дорогие коллеги. Продолжение следует... Мы постараемся для вас сделать хорошие вебинары. Всего доброго, до новых встреч.